Эйвен, я застряла в капюшоне! Эйвен, где ты? Я задел, мама! Мам, поди, давай, я тебя задел! Давай, раз, два, три! Мам, ну давай! Я тебя задел! Давай, раз, два, три! Догоняй меня! Па-бам! Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. И у нас выпал первый снег. И Софи, и Эйвен, и я не видели снег уже больше двух лет, так как мы долго жили в Таиланде. И вот сегодня мы наконец-то увидим его. Но сначала о важном. У нас на канале проходил Пэк Моп Счастье. Вы снимали свои ролики и рассказывали, почему ваш питомец для вас счастье. Короче, выбирать кого-то было очень и очень трудно. Просто практически нереально, вообще невозможно. Это был просто сумасшедший день, когда мы смотрели ваши ролики. Они все такие офигенные, они все классные. Каждый придумал какую-то свою идею, добавил свою изюминку, по-своему рассказал. Вы сняли очень много роликов, и каждый по-своему интересен. Спасибо вам огромное, большое за то, что вы поддерживаете меня, Софии и Эйвена своим участием. Вы смотрите наши видео, и вы участвуете в наших конкурсах, и даже в нашем Пэтмобе счастья. В общем, мы выбрали 10 основных победителей, 10 роликов, которые сегодня вы увидите в нашем этом видео. И, конечно же, мы учитывали голосование, которое проходили в наших группах ВКонтакте. Но не надо расстраиваться. Почему, я объясню. Ивась, ты что мерзнешь? Надо тебя одеть. Есть еще и хорошая новость. И эта новость заключается в том, что мы сделаем сборный Пэтмоб клип, как мы вам и говорили, в который попадут практически все. Так что, если вы сегодня не увидите свой ролик в этих видео, которые мы покажем, не расстраивайтесь, не печальтесь. Всегда улыбайтесь. И, скорее всего, вы попадете в наш сборный клип, потому что ролики все офигенные, и все очень классно снимали. Никогда не расстраивайтесь, никогда не сдавайтесь, и будет вам счастье. Все ссылки на каналы сегодняшних роликов я оставлю в описании к этому видео. Для начала, особенно порадовал ролик нашего знакомого ветеринара с Ютуба Сергея Савченко и его канала Дети Фауны. Друзья, привет. Питомец для меня счастье, потому что... Потому что он есть в моей жизни. Вот этот Сэммич, такой интересный кот, он бегает, прыгает, будит меня по утрам, приносит позитив. И также я вам открою небольшой секрет. Сэммич научился разговаривать благодаря каналу Док Мамы Ани и Чупаху Асофи. Ты зачем рассказал людям наш секрет? А также некоторые наши новые друзья. Канал Светы Банни и Фреста. Почему же Фрест, это он, если что, для меня счастье? Ну, во-первых, с ним самые веселые игры. С ним можно даже танцевать, и он не будет возражать. Собака, это счастье, потому что она всегда ждет тебя. Кака, Фрест? Привет! Как же с тобой хорошо, Фрест? И канал Собака Друг, где главный герой Хаски по имени Луна. Луна дарит мне счастье. Я очень люблю свою Хаски. Когда у вас есть собака, вы открываете для себя новые увлечения. Ваша жизнь кардинально меняется, и в том числе образ жизни. Будете проводить больше времени на свежем воздухе, когда вам грустно, ваш друг всегда будет рядом. И вы всегда будете чувствовать себя неодинокими и счастливыми. А вот теперь те 10 ваших роликов, которые мы выбрали. Смотрите! Немного грустный, но очень сильный и чувственный ролик с канала Зенна Сани Бигл. Если вы не любите собак, вы не любите верность. Вы не любите тех, кто верен вам. Следовательно, вы не можете быть верны. Для меня моя собака – это счастье. Потому что именно она врать не умеет. У меня появился единственный страх – потерять ее. На своем канале Полина поделилась, почему ее юркширский терьер робит для нее счастье. В присутствии собаки ты можешь быть самим собой. С ее появлением твоя жизнь становится ярче. Ты отлипаешь от компьютера, ты начинаешь чаще гулять и проводить время с этим животным, а не с компьютером в обнимку. На канале Пэтс нам рассказали, почему офигенная шиншилла – это счастье. Она очень веселая и интересная. Она дарит мне улыбку на целый день. Когда я прихожу домой, она встречает меня. Она умеет выпрашивать вкусняшки. И просто потому, что она мой лучший друг. А на своем канале Полина Кул поделилась, почему ее чихуа – это счастье. Когда ты понимаешь, что весь мир против тебя, ты можешь быть уверен только в одном. Когда ты откроешь дверь своего дома, на пороге тебя будет всегда ждать это совершенно дивное существо, которое никогда тебя не предаст. А Настя Свит рассказала про своих рыбок, попугая и собаку. Потому что они всегда со мной, в любую погоду, в любое время года. Они не бросят. Они примут меня такой, какая я есть. Питомец – это счастье, потому что с ним весело играть, гулять, наблюдать за ним. Мы не могли пропустить Асю, которой питомец – улитка охотина. И она поделилась, почему улитка – это счастье. Знакомьтесь, это бурзилка. Ее можно обнять, поцеловать. Улитки живут долго, так что времени на любовь и заботу у меня будет очень-очень-очень-очень много. Наша поклонница Даша Сорокина рассказала, почему ее спаниэль Ричи для нее счастье. Самый верный друг – это твоего плечо, поддержка и опора. Она тебя всегда ждет, каким бы ты ни пришел. Это твоя жизнь, твоя любовь. И человек, который завел собаку, никогда не сможет расстаться с ней. Ведь это его мечта, его частичка сердца и души. А на канале Элина Дог Алина рассказала, почему Чихуамилка для нее счастье. Когда я прихожу домой, она поднимает мне настроение. И смотрите, чем? Своей любовью ко мне. И каждое достижение с ней – это просто что-то невообразимое. Когда человек со своим питомцем играют, если вы даже не знали, то они сближаются. И мы уже много раз сблизились. Также, благодаря вашему голосованию, канал «Жизнь с собакой» попал в нашу десятку. Я всегда мечтала о собаке всю свою жизнь. Мне родители постоянно отвечали «Нет, ты еще не готова». Для меня моя собака – самое великое счастье в моей жизни. Еще у меня есть попугай. Он мой самый первый питомец в моей жизни. Мои питомцы для меня – самое большое счастье. Канал «Смайлдок ЛПС» мы выбрали, потому что этот ролик реально вызывает позитив и улыбку. Моя собака – это счастье, потому что я могу с ней играть. Для меня моя собака счастье – это то, что с ней можно полежать, чтобы быть родителем. Повторяю, не расстраивайтесь. Совсем скоро мы смонтируем наш общий с вами пэтмоп-клип и, скорее всего, вы туда попадете. Любите своих питомцев и будет вам счастье. А мы пошли гулять и встречать наш первый снег. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Бежим! 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 Атя, смотри! Первый снег! Смотри, это первый снег! Первый снег! Эй, вон. Да! Да! Атя! 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 Я не видел первый снег уже 20 с лишним года. Ага! Кто моя собака? Кто моя собака? Жопка. Ага! Идите сюда! Идем, ягодь! Идем. Да! Догоняй, мам, догоняй! Не догонишь! Кого догоню? Не догоню! Кого догоню? Кого догоню? Кого догоню? Кто? Кто? Снег это круто, да, собей? Ага, снег это круто. Эй, вон, я застряла в капюшоне. Эй, вон, где ты? Хе-хе-хе-хе. Эй, вы где, вы где? Вы где? Я ничего не вижу. Не бросайте меня! Держали! Эй, вон, я тебя сейчас задену, и ты хочешь водить и догонять меня? Раз! Нет, не задела. Задела, задела, задела. Мимо, мимо. Я задел, мама. Мам, води, давай, я тебя задел. Давай, раз, два, три. Ну, мам, ну давай. Я тебя задел. Давай, раз, два, три. Догоняй меня. Ну, мам, ну ты же водишь, давай. Ну, мам, ну все, я с вами не играю. Вы не бегаете, вы. Что, все-таки играешь? Давай, догоняй. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Еще хочешь, гулять? Расходим, ну еще и расходим. Да, и вот. Да. 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 Да.